сегодня буду говорить на тему никогда не сдавайся ты знаешь люди легко сдаются и бог не хочет чтобы мы были такими знаете слабенькими поэтому он хочет сделать нас сильными в боге сильными в вере правда потому что написано что сильный он делает все произвольно поэтому бог хочет чтобы наш дух был сильным аминь бог не хочет чтобы видя преграды препятствия мы сдавались останавливались александр сегодня говорил про ерихон да действительно можно было остановиться можно было сказать сколько можно ходить вокруг этого ерихона может быть достаточно 1 2 3 почему столько раз нужно было ходить я верю потому что бог учит нас он учит нас вере он учит нас терпению он учит нас не сдаваться потому что люди которые сдаются они не смогут вкусить победу они не смогут пройти свой ерихон они не могут пройти не смогут пройти свой иордан поэтому когда мы читаем библию мы видим что герои библии да это были люди победы это были люди которые не сдавались и потому что они не сдавались они и стали победителями поэтому бог учит нас он тренирует нас из своей любви потому что он понимает что если ты будешь сдаваться то ты не сможешь победителем ты не войдешь в эту обитованную землю ты не сможешь состояться ты не сможешь исполнить божье призвание много-много чего не получится почему потому что человек который сдается он не идет дальше поэтому дух святой он вдохновляет церковь не сдаваться и в откровении вы знаете очень известное выражение что побеждающий наследует все побеждающий это тот который не сдается правда тот который не останавливается поэтому дух святой он вдохновляет церковь чтобы она не сдавалась чтобы она побеждала конечно я хочу сказать что каких каких-то вещах мы должны сдаться потому что приходя к богу мы должны сдаться правда мы должны первое обоздаемся богу мы идем в его плен любви мы говорим господь да вот я твой и мы поднимаем свои руки знаете когда людей брали в плен они тоже поднимали руки почему они поднимали руки что в их руках не было оружие в их руках ничего не было и мы говорим господь я тоже поднимаю свои руки и я сдаюсь чтобы не сдаваться нужно сначала сдаться перед богом скажи на это аминь потому что многие люди из-за неверия и за гордости они не могут сдаться они не могут сказать да ты мой господь да ты мой спаситель но все вся на к всякая наша победа она начинается с нашей капитуляции перед богом поэтому чтобы не сдаваться чтобы побеждать сначала нам нужно сдаться под правление иисуса христа под его господство да и сказать что ты мой господь аллилуйя поэтому слава богу что бог нас учит что бог нас тренируют несмотря на наш возраст да он продолжает продолжает учить нас он продолжает воспитывать нас скажи на это слава богу аллилуйя поэтому когда мы сдаемся перед богом написано слове божьем что мы смиряемся до сдаться это смириться под крепкую руку божью и что делает бог бог тогда нас поднимает поэтому это называет закон вселенной что бог гордым противиться а смиренным дает благодать он дает силу он дает помазание он дает власть кому он дает те которые сдались перед богом те которые смирились и на самом деле когда мы смирились перед богом бог говорит вот начинается время сделать тебя победителем начинается время когда я хочу тренировать тебя чтобы ты не сдавался перед проблемами перед трудностями перед болезнями но много чего возникает в нашей жизни, но Бог учит нас не сдаваться, не разочаровываться, не отчаиваться. Слава Богу! Писание поэтому говорит, что ни одно орудие, которое будет против нас, оно не будет успешно. Почему? Потому что ты не будешь сдаваться. Можно легко сдаться, ты увидел какую-то опасность, какую-то тревогу, ты испугался, говоришь, о, я лучше сдамся, я лучше не буду сражаться. Потому что наше сражение, друзья, оно каждый день. Кто-то, может быть, думает, что сражения нету, но сражения есть, они в нашей голове, они вокруг нас, но Бог напоминает нам всегда не сдавайся, побеждай. И когда ты побеждаешь, ты наследуешь то, что Бог приготовил для тебя и для меня. Поэтому враг старается остановить нас, чтобы мы сдались. Вот почему разочарованный человек, он становится слабым? Потому что разочарование, оно приводит его к тому, что он говорит, о, у меня ничего не получается, мои мечты не сбылись, мои желания не исполнились, еще что-то не получилось. И дьяволу тогда легко поразить именно какого человека? Разочарованного. И он старается разочаровать нас, он старается принести сомнения, он старается принести ропот. То есть, что старается сделать дьявол? Старается вложить в нас то, чем он обладает. Он сам очень разочарованный, я думаю, что его план не удался, не осуществился. По сути, особенно когда это произошла, великая победа на кресте, когда он потерпел полное поружение и сокрушение, он понял, что ничего у него не получится. И поэтому он полон разочарования, отчаяния, он полон безысходности, и это он хочет передать нам. Потому что, как говорится, что имею, то и даю. Но Бог этого не имеет, слава Богу. И он нам дает свою веру, он дает нам свою победу, он дает нам свой взгляд на жизнь, на обстоятельства. Поэтому, когда ты ходишь с Богом, Бог вдохновляет тебя быть похожим на Него. Аллилуйя. Иисус всегда говорил, приблизься ко мне, я приближусь к тебе. Он говорит, да, я хочу помочь тебе, но я хочу, чтобы ты пришел ко мне. Я хочу, чтобы ты поверил, я хочу, чтобы ты выбрал мою волю, мой путь, мой план. И тогда мы пойдем вместе, скажи, вместе с Богом. Аллилуйя. Поэтому разочарование, то, что атакуют очень многих людей в этом мире, и, к сожалению, атакуют также людей и в церкви. Вот, потому что, еще раз напомню, что какие-то неисполненные молитвы, неисполненные желания, они приводят человека к такому разочарованию, к отчаянию, к депрессии. Но Бог нам всегда что говорит? Бог нам всегда говорит, не сдавайся. Аллилуйя. И вы помните известный пример, да, Моисея. Когда у Моисея опускались руки, вся армия и весь Израиль терпел поражение. Поэтому, что ему нужно было делать? Нужно было поднимать свои руки. И как только он поднимал руки, ему помогали его помощники, приходила победа, приходил прорыв. И для нас это великий урок и великое напоминание, что не сдавайся. Потому что, как только ты сдаешься, враг берет тебя в плен. Но когда ты побеждаешь, ты наступаешь на всю вражесилу. Слава Богу! И смотрите, что говорит апостол Павел, да. В его жизни было много, много, много различных испытаний. Но он не сдавался, да. Он не жаловался, он не роптал. Но что он говорил? Давайте прочитаем 2 Коринфянам 4 главу. Он говорит, но сокровища это мы носим в глиняных сосудах. Это он говорит об Иисусе Христе, которого мы приняли в свою жизнь, в свое сердце, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. У Бога есть преизбыточная сила. Скажи, преизбыточная сила. То есть, когда ты думаешь, что у тебя нету силы, ты забываешь, что в тебе есть самый сильный, в тебе есть самый всемогущий. И Павел апостол напоминал, почему он мог пройти все эти испытания, все эти трудности, почему он не отчаивался, потому что он не полагался на себя, он не полагался на свою силу, он полагался на силу всемогущего Бога. Аллилуйя! Этому нас и хочет научить Господь, чтобы мы не на себя полагались, но на Бога. И он говорит, что это преизбыточная сила. Преизбыточная. Мне нравится это слово. То есть, это избыток силы. Это не то, что чуть-чуть силы, там, маленькой силы или даже много силы. Это очень много силы. Это преизбыточная сила. Она была приписана Богу, а не нам. Не нам. Это не мы говорим, что мы такие сильные, мы такие умные, мы такие способные, мы такие талантливые. Этот мир, он хочет взять славу себе, но Бог учит нас воздавать славу Ему. И когда ты воздаешь славу Ему, Бог делает тебя сильным. Слава Богу! И он говорит дальше, что мы отовсюду притесняемые. Я не знаю, был ли ты отовсюду притесняемый, но апостол Павел был отовсюду притесняемый. Почему он это говорит? Потому что он знает, что когда на нас приходят даже небольшие какие-то трудности, небольшие какие-то притеснения, мы начинаем жаловаться, мы начинаем быть недовольными, и мы говорим, вот, мне ботинки жмут, мне так плохо, я так привожу к примеру, что притеснение, это что-то тебя придавило, да? Это какие-то обстоятельства стесненные, что-то там у тебя вдруг денег там не хватило на что-то, вдруг еще что-то у тебя не получилось, что ты хотел, потому что мы так любим комфорт, нам нравится жить в комфорте, и мы хотим, чтобы все было комфортно, но Бог говорит, что я не создал вас для комфорта вообще на самом деле, я создал вас быть победителями. Аллилуйя! Знаешь, многие люди, они поэтому не занимались спортом и не занимаются, потому что они не хотят себе прищемлять, говорю, причинять себе какой-то ущерб, потому что ты знаешь, когда человек занимается спортом, ему нужно там либо много бегать, либо много прыгать, либо бегать, прыгать, плавать, я не знаю, что еще делать, и на самом деле это очень сложно, потому что плоть, она у любого человека плоть, она у спортсмена плоть, она и не у спортсмена плоть, и плоть она не хочет, когда мы делаем что-то, что ей не нравится, но давайте прочитаем дальше, мы отовсюду притесняем, я просто хочу, чтобы ты представил, о чем говорит апостол Павел, потому что мы иногда говорим, о, у меня такое трудное время, мне так сложно сейчас, мне так то, мне так это, но мы себе даже не можем представить, насколько трудно было апостолу Павлу. Вы помните, его топили, его побивали камнями, его забивали в колодки, да, он сидел в тюрьме, и много-много чего там, разбойники нападали, много было, и когда он говорит, что он был притесняем, ты тогда понимаешь, что он действительно был притесняем. А когда мы говорим, нам трудно, то мы не можем даже ни в кое сравнение поставить трудности, которые есть у нас, которые есть у него. И дальше он говорит, но мы притесняемы, но не стеснены. Мы не стесняемся, да? Мы не стали, знаете, вот как что-то попадает под пресс, например, да, и меняет форму. Все, вот было квадратное, стало плоское, да, попало под этот пресс. Но апостол Павел говорит, что нас это не может изменить. Наши убеждения, нашу веру, да, какие бы ни приходили трудности, испытания, мы не будем прогибаться, да, под этот мир. Но не стеснены, мы в отчаянных обстоятельствах, в отчаянных. Ты знаешь, ситуация, которая происходила в его жизни, обстоятельства, которые были в его жизни, они очень и очень были сложные, очень больные, потому что его били много раз, побивали. И это действительно отчаянные обстоятельства. Но что он говорит? Но не отчаиваемся, слава Богу! Вот много столько отчаявшихся христиан, к сожалению, разочарованных, сдавшихся, и они находят кучу оправданий, что вот почему они такие стали, почему они сдались, почему они дальше не хотят идти, почему дальше не хотят двигаться. Но когда ты читаешь про апостола Павла, ты понимаешь, действительно, какая была трудная жизнь. Но он говорит, что мы не отчаиваемся. Слава Богу! И мы должны сказать тоже, я не буду отчаиваться, Господь, я не буду сдаваться. Он говорит, мы гонимы, но не оставлены. Кем мы не оставлены? Бога мы не оставлены, да. У нас могут быть разные гонения, у нас могут быть разные трудности. Знаете, то, что пережил апостол Павел, то, что пережил Иисус Христос, в его жизни тоже было много трудностей, правда? И когда нам говорится, что в нас должны быть те же чувствования, которые во кресте, Бог говорит, что вы тоже пройдете трудности в своей жизни. Но вы должны пройти эти трудности, а не остаться в этих трудностях. Написано, что праведник семь раз упадет. Что? И семь раз встанет. Это не говорится, что это оправдание падать. Нет, я делаю как бы акцент не то, что он падает, а то, что он встает. Он встает, праведник, он встает. Потому что так легко упасть и сказать, ну, видите, такие обстоятельства, я вот упал, все, я лежу, и я уже нет, у меня нет силы встать, у меня нет силы подняться, у меня нет силы идти дальше и так далее. Но именно сущность праведника, что он встает, слава Богу, что бы ни происходило, он будет идти дальше, он будет подниматься. И в этом есть различие праведника от неправедника. В этом есть смысл, а то он говорит, что праведник падает, значит, можно падать, можно грешить, можно то. Не в этом смысл. Да, мы можем все ошибаться. У нас могут быть трудности, но суть праведника, потому что это Божья праведность у нас. Это не наша праведность, это праведность во Христе. И эта праведность, это право вставать и побеждать. Это право, которое дал нам Господь, слава Богу. И поэтому праведник, он встает, он идет дальше. Слава Богу, скажи. Итак, он говорит, что мы гонимы, но не оставлены, не излагаемы, но не погибаем. Знаете, рано, рано, рано сдаваться. Бог всегда говорит, не сдавайся, не сдавайся, рано сдаваться. Легко сдаваться может быть, но Бог нас всегда вдохновляет не сдаваться. Он говорит, мы не излагаемы, мы не оставлены, мы не погибаем. Мы уже спасены, мы не можем погибнуть, друзья, слава Богу. скажи мы спасены и дальше он говорит но имея тот же дух веры это дух веры а есть дух неверия есть дух страха есть дух отчаяния есть дух депрессии там наши у них духов духов их очень много там целая целая коллекция может быть этих духов быть у тебя лишь у меня такой 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 но он говорил что мы имеем дух веры скажи я имею дух веры аллилуйя потому что если у тебя есть дух веры ты сможешь побеждать вера она побеждает этот мир поэтому так важно хранить свою веру развивать свою веру ходить верой думать верой говорить верой слава богу он горит я веровал и потому говорил и мы веруем потому и говорим поэтому это главное слово которое бог хочет слышать это слова веры он сказал без веры богу угодить невозможно поэтому если мы жалуемся если мы постоянно недовольны если мы робщем где тогда наша вера друзья да где она тогда но апостол описал свою ситуацию очень трудную очень сложную но он говорит я не жалуюсь а я говорю слова веры я верую и потому я говорю слава богу поэтому у нас есть хорошие примеры друзья чтобы верить и чтобы говорить слова веры чтобы не отчаиваться даже в отчаянных ситуациях даже самых в трудных ситуациях мы не должны отчаиваться помните когда апостол павел попал по божьему так сказать ведению проповедовать евангелие да с кем он с кем он попал помните они хотели в одну сторону идти но но дух святым сказал идите в другую сторону мой муж магедонянин им явился грит ребята я вас жду там да и не поменяли маршрут пошли туда и казалось бы все прекрасно бог нас туда послал но там им встречается кто девочка прорицательница да и она стала говорить в начало в начале она говорила очень такие правильные слова что это люди божьи это мужи божьи и так далее но апостол павел понял что это не тот дух да это не то это не то нет не он сначала он ей ничего не сказал как вы помните ему нужно было разобраться и понять что это такое но потом он поняла что это за дух он запретил он изгнал этого духа да и как возмутились люди которые действовали под силу этого духа и вы помните что их посадили в тюрьму и забили в колодки и казалось бы вот такая интересная история бог нас послал бог нас помазал и где мы оказались и что нам делать вот знаете у нас таких ситуаций у многих практически не бывает вас еще никто не садил не забивал в колодки не бил до этого да но мы не видим что а павел и сила они стали плакать там и причитать господи что ж ты с нами сделал что же с нами произошло мы бедные несчастные апостолы до что у нас занесло вообще в этот край до дух святой как ты мог нас вообще туда повезти ты же нам сказал идите туда а вот если мы пошли туда на сами бы этого не было но что они делали там они прославляли бога они воспевали бога не славили бога друзья это не просто те слова которые он говорит что вот мы имеем тот же дух веры но мы всегда плачем и всегда жалуемся нет если мы имеем дух веры то мы живем по вере аллилуйя мы поступаем по вере и вера она побеждает вы помните что там произошло там произошло землетрясение до узы упали двери открылись прибежал тюремщик и говорит что мне делать меня расстреляют но павел его успокоил и и он что ему сказал интересные слова что спасешься ты и весь твой дом слава богу знаете на иногда кажется что из-за какой-то семьи вот это все они претерпели и за какой-то семьи они попали в эти узы в эту тюрьму да мы иногда даже не знаем ради кого бог посылает нас на какие-то трудности и мы проходим какие-то испытания но он пришел и вся его семья спаслась слава богу поэтому друзья да хочется хочется говорить чтобы мы не сдавались чтобы мы сравнивали себя и смотрели да как же люди божьи жили а как они проходили испытания почему вот мы будем изучать сегодня начинаем до историю церкви от откуда церковь стала такой сильной почему несмотря на все гонения на все притеснения на все режимы законы чего только не было она до сих пор существует потому что это творение бога друзья поэтому если ты в церкви а бог сказал никакие в рода ада церковь не одолеют поэтому так интересно изучать историю смотреть какие там были императоры какие они были злые и как они что делали что они творили что происходило но ты знаешь их давно нету а церковь есть и она существует почему потому что это бог создал и он хранит свою церковь и он ведет ее и он воспитывает ее и он делает ее сильной и победоносной слава богу поэтому это то что бог хочет видеть в нас скажи бог это хочет видеть нас аллилуйя бог не хочет видеть нас каких слабых жалующихся каких еще помогайте мне гордых непослушных да но он хочет видеть нас сильных бог мы пели песню что бог он сильный он всемогущий и мы образы подобия бога потому что для того чтобы побеждать нужно быть сильным для того чтобы не сдаваться нужно иметь сильный дух это дух веры смотрите что написано в послании коринфянам 3 глава с 11 стиха ибо никто не может положить другого основания кроме положенного который есть иисус христос строит ли кто на этом основании золото серебра драгоценных камней дерево сена соломы каждого дела обнаружится ибо день покажет потому что в огне открывается и огонь испытывает дело каждого каково она есть видите мы все проходим испытания мы все пройдем испытания мы никуда не день не денемся но к сожалению это испытание обнаруживает что кто-то соломенный бычок кто-то деревянный бычок да смоленой бачок а кто-то из серебра и золото и я думаю что здесь именно такое сравнение написано на чем строится наша жизнь на ком строится строится наша жизнь на каком основании строится нашей жизни и здесь перечисляется золото серебро и драгоценные камни камни друзья это что-то крепкое да это что-то сильное и противоположность это дерево это сено и это солома помните известную сказку про трех порощад да вот именно они построили свои дома из сена сена соломы дерево и только один построил из чего из камня аллилуйя поэтому когда пришел волк это испытание для каждого у каждого появится такой волк который будет дуть на вас который еще что-то будет делать с вами но если дом построен из камня он устоит слава богу поэтому дело каждого знать это библейская сказка просто кто-то может быть и в детстве слышал не и не понимал что это прямо это место писания из дерева сена и соломы или из камня чего будет построена твоя жизнь твой дом каждого дела обнаружится ибо день покажет до огонь испытает дело каждого каково она есть это знаете это даже не зависит от наших желаний мы не можем сказать о господь мне не надо никаких испытаний мне не надо ничего горячего я боюсь огня но ты знаешь бог стал что каждый 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 пройдет каждый пройдет дело каждого скажи каждого можешь молиться до минут меня чаша сия но баска она не минует никого каждого почему об этом говорит потому что бог скажет я предупреждал вот пастор проповедовал сказал дело каждого ну может быть и не и меня но не коснется мне уже такое затишье последнее время такая благодать слава богу ничего не происходит но он сказал что коснется дело каждого у кого дело которое он строил устоит тот получит награду аллилуйя знаешь бог он хочет давать нам награды правда и он это не зря когда твоя жизнь она построена на слове божьем это не зря когда ты посвящен богу это не зря когда ты верный аминь когда ты не сдаешься ты получишь награду по как победитель потому что ты устоял ты не сдался ты прошел это и получишь свою награду ты не убежал потому что к сожалению иногда люди убегают они бросают все они оставляют все почему потому что они хотят делать так как им хочется что-то делать но здесь сказано что он устоит он получит награду а у кого дело сгорит тот потерпит урон впрочем сам спасется но как бы из огня как бы из огня но я думаю что это 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 не то о чем бы ты хотел да потому что из огня надо быстро очень убегать и просто надо текать оттуда почему просто быстро быстро это как о какой-то победе может идти речь до каком то что ты убегаешь ты убегаешься чтобы чтобы тебя просто остаться живым но когда ты побеждаешь то ты побеждаешь этот огонь ты побеждаешь эти испытания и ты получаешь награду слава богу да слава богу или нет аллелуйя поэтому что хочет господь господь хочет сделать нас чемпионами сегодня мы пели эту песню да что господь он чемпион он победитель и когда мы поем поём про бога это вот господь такой. Господь говорит, но вы созданы по образу и подобию. Поэтому я хочу, чтобы вы тоже стали моими чемпионами и победителями, чтобы вас грех не победил, да, дьявол не победил, сомнений не победили и так далее, и так далее. Потому что много разных врагов, они нападают на нас. Но Бог говорит, что побеждающий он будет побеждать. А тот, кто сдается, он попадет в плен. Поэтому не сдавайся. Слава Богу, да? Это дух веры. Апостол Павел говорит, чтобы не сдаваться, нужно иметь дух веры. Я еще бы хотел сказать, какие люди попадают, вот знаете, в отчаяние. Какие люди попадают в такие ситуации, когда они сдаются. Ну, я думаю, первое, что это когда люди не знают Божью цель. Я сейчас про верующих говорю. Они не знают Божью цель. Да, есть люди, ходят в церковь, но они не знают свое призвание. Они не знают вообще, для чего они ходят. Ну, ходят, чтобы там как бы спастись из огня, может быть, не знаю, из чего там. Но они не знают свое призвание. Они не знают Божьей цели. Они не знают Божьего плана. И поэтому их жизнь строится не в соответствии с тем, что хочет для них Бог, а с тем, что они хотят. И вот они приходят, они уходят. И кто-то говорит, ну, знаете, я вот так и не знал. Я так и не знаю, где мое призвание. Я так и не знаю, ну, какое у меня призвание. Но Бог нам всегда говорит, кто ищет, тот найдет. Вот. Скажи аминь. Потому что это не просто блюдечко с каемочкой, где тебе принесли, вот тебе призвание. Возьмешь, возьмешь, вот тебе призвание. Нет. Бог всегда любит инициативу. Почему Он говорит, придите, ищите, стучите, просите. Понимаешь? Бог любит таких активных людей, слава Богу. И Он вдохновляет нас быть активными. Поэтому Он говорит, а ты искал, а ты просил, а ты стучал? Он говорит, если ты ищешь тебе, что? Ты найдешь. Если будешь стучать, отворят. Если будешь просить, тебе дадут, еще дадут. Смотря сколько просил. Аллилуйя. Но не останется так, что ты ничего не получил, что ты ничего не знаешь, что я ничего не знаю. Не знаю, какое у меня призвание, а не знаю, какая цель у Бога для моей жизни. Я просто не знаю. Нет. Такого не бывает. Аминь. Почему? Потому что Бог сказал так. Слепые, вожди слепых, если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. Бог говорит, что когда у тебя нету видения, у тебя нету призвания, да, это все равно, что слепой человек, который не знает, для чего он живет, куда он идет, что будет потом, что будет тогда, что будет так. Он не знает. Почему? Потому что он не видит. У него нету этого видения Божьего призвания. И еще другая категория людей. Они знали волю Божью, но что? Они проявили малодушие, и они убегали от Бога, убегали от себя. Помните, недавно проповедовали про Иону, да? Он прекрасно знал, призвание знал, что Бог ему сказал, надо делать. Но что он хотел сделать? Он хотел убежать. Он хотел сдаться. Он не хотел победить в себе неправильные отношения. Проблема это было неправильное отношение к Богу и к тем людям, куда его посылал Господь. Я думаю, это слава Богу, когда мы думаем, когда мы размышляем, что Бог нам дал разум, да, чтобы мы могли что? Услышать и принять Божьи мысли. И поэтому, когда Бог открывает тебе свое сердце в Слове Божьем, да, открывает свои планы, открывает то, что Он хочет сделать в твоей жизни, но когда ты соглашаешься с Богом, Бог говорит, вот тогда ты кое-что начинаешь понимать.